Заключенное перемирие на Карабахском фронте остановило продолжавшиеся активные боевые действия. Из-за отсутствия интернета и налаженной полевой связи, информация о прекращении огня дошла до передовой лишь через несколько дней. И все это время на линии фронта шли бои, гибли люди. В самый день подписания перемирия 12 мая 1994 года, в бою у деревни Сейс-Улан-Тертерского района был тяжело ранен прапорщик азербайджанской армии Петр Кувшинов. Он рассказал о своем последнем бою и разнице между войной и хрупким миром. Уроженец Баку, Петр Кувшинов, долгие годы был в составе спортивного клуба Краснознаменной Каспийской флотилии, где занимался водным полом. В составе бакинского спортивного клуба Петр Кувшинов становился чемпионом и обладателем Кубка Вооруженных сил СССР, занимал высокие места на чемпионате страны, участвовал в спартакеаде народов СССР. За спортивные достижения Петр Кувшинов получил признание и довольствие со стороны руководства Азербайджана. Следуя известной фразе. И в радости и в горе, он решил разделить боль азербайджанского народа, и в августе 1992 года добровольцем ушел на Карабахский фронт. Мой отец и мать родились на этой земле, мои дети родились здесь. И пока последний враг не уйдет с нашей земли, я буду воевать, вспоминает Петр свои мысли в тот период жизни. В составе 1-го батальона Шиховской бригады, под руководством генерала Заурорзаева, в дальнейшем переформированной в 701-ю бригаду Минобороны Азербайджана, он был переброшен в Агдере, где враг предпринял контрнаступление. Набираемые из резервистов, знаменитые шиховские батальоны сыграли большую роль в операциях на всей линии фронта в Карабахе. За время войны Петр Кувшинов вместе со своим батальоном, успел побывать в семи боевых зонах Агдере, Лачине, Кельбаджаре, Муравдаге, Физуле, Агдаме, Тертере. На Муравдагском направлении, 35-летний прапорщик был назначен командиром взвода и участвовал в тяжелых позиционных боях, которые унесли жизни многих боевых товарищей. Да и сам Петр Анатольевич был тогда ранен. Это произошло 3 января 1994 года при зимнем наступлении азербайджанской армии, с целью вернуть захваченный армянами Кельбаджар. Тогда погиб, и потом посмертно был награжден орденом, мой заместитель Муса Вилеев. Много своих ребят потерял в тех боях, во сне часто снятся их лица, говорит Петр Кувшинов. Свой последний бой азербайджанский прапорщик принял в Тертере. Еще вечером нас перебросили из Агдама, а утром мы приняли участие в наступлении. Нашей целью было селение Сейсулан. Мы вошли в село, подавили огневые точки противника и уже собрались наперекур, когда по нам начал работать вражеский град, делится Петр воспоминаниями. Один из снарядов разорвался в двух-трех метрах от Петра Кувшинова. А потом он очнулся уже в Агдамской больнице. Именно там, раненый прапорщик узнал о заключении перемирия. Была радость от того, что война закончилась. Тогда мы еще не знали, чем все это обернется. Наши надежды, что армян заставят мирно уйти, не оправдались, говорит Петр. Тяжелое осколочное ранение в области позвоночника, лечили три месяца, после чего Петр Анатольевич вернулся на фронт. После возвращения на фронт прапорщик Кувшинов столкнулся с изменившими сериалиями и плодами перемирия. Уволившийся в 1996 году из рядов вооруженных сил, Петр вернулся в спорт. В данный момент он работает старшим преподавателем кафедры физкультуры в высшей школе нефти. Являясь мастером спорта по водному полу, Петр Кувшинов стал тренером национальной команды Азербайджана по водному полу на Исламских играх в 2017 году. Очередное 9 мая, инвалид Карабахской войны встретил в Баку, на акции «Бессмертный полк» с портретом деда, пропавшего без вести на фронтах Великой Отечественной войны. В моей жизни много символичных фактов. Так, в 1942 году ушел на фронт дед, а ровно через 50 лет в 1992 году, уже я, пошел выполнять долг перед своей родиной. В день перемирия, когда я был ранен, мы так и не смогли взять Силоси и Сулан, но через 22 года, в апреле 2016, азербайджанская армия все-таки вернула этот населенный пункт, отмечает Петр Кувшинов. Он надеется, что это не последняя победа азербайджанской армии. Несмотря на ранения и свой уже довольно преклонный возраст, Петр Кувшинов полон сил и мечтает помочь в возвращении оккупированных земель Карабаха. Петр Кувшинов